Вопрос о влиянии хронического воспаления или связи с онкологическим процессом был поднят еще Рудольфом Верховым в 1863 году, когда он обнаружил в опухолевой ткани лимфоциты. На сегодняшний день, согласно клиническим и эпидемиологическим данным, хроническое воспаление способствует развитию по крайней мере 15-20% всех злокачественных новообразаний. На этом слайде показан ряд нозологических форм, которые ассоциированы с опухолью и этиологические агенты. Тут и микробы, и вирусы, и раздражающие агенты типа желудочных кислот, алкоголь и курение. Все эти этиологические агенты вызывают соответствующие хронические воспалительные процессы в органах, которые, в конце концов, могут перейти в опухоли. Какие же факторы хронического воспаления могут оказывать такой проканцерогенный эффект? Ну, таких, скажем, в настоящее время различают три класса. Это реактивная форма кислорода и азота, простагландины и цитокины и химокины. Реактивная форма кислорода продуцируется активированными нитрофилами, гранулоцитами вообще. Среди них выделяется оксид азота, перекись водорода, их производные. Сами по себе они могут приводить к повреждению ДНК, вызывать пронеопластические мутации, то есть модификации основания, разрывы, делец, инсерции, инверсии и так далее. Все это пронеопластические мутации. Простагландин Е-2, известный также фактор воспаления, продуцируется различными типами клеток. Это иммуноциты с макрофагами, фибробласты, клетки эпителия, эндотелия, которые подвергаются воздействию бактериальных продуктов и цитокинов. Простагландин Е-2 вызывает, в свою очередь, стимуляцию или индукцию опухолевого процесса. Это стимуляция пролиферации опухолевых клеток, ингибирование апоптоза, индукция ангиогенеза, ну, также иммуносупрессию токсических таллимфоцитов и НК клеток. Цитокины и химокины тоже вносят свой вклад в как факторы, воздействующие, приводящие к мутациям клеток. Они могут вызывать повреждение ДНК, стимуляцию роста, ингибирование П53, повышение выживаемости, инверсии иммунитета и повышение инвазивности. Таким образом, механизмы хронического воспаления существенно отличаются от механизмов острого воспаления. В марафологической картины, которую центральное место занимают тучные клетки, нейтрофилы, макрофаги, в то время как основным участником хронического воспаления являются таллимфоциты, макрофаги, фибробласты. Совокупно эти клетки поддерживают длительное вялотекущее воспаление. Что касается цитокинов, при остром и хроническом воспалении тоже мы имеем различную картину, различный спектр, хотя имеются и цитокины общие, скажем так, это интерлекин 1, 6, 11, 17, ТНФ-альфа, иотоксин, GM-CSF, но есть ряд цитокинов, которые характерны только для острого или хронического воспаления. Следует подчеркнуть, что только при хроническом воспалении обнаруживается цитокин супрессорного ряда. Это прежде всего интерлекин 4, интерлекин 10, 13, антагонисты рецептора интерлекина 1, интерлекин 27 и ТГФ-бета. Эта особенность именно и, по-видимому, придает такую характерную картину хронического воспаления. Многочисленными исследованиями отмечено, что хронический воспалительный процесс генерирует иммуносупрессорное микроокружение, которое благоприятствует формированию и прогрессированию опухолей посредством продукции провоспалительных медиаторов и аккумуляции, активации иммуносупрессорных клеток. Но об этом сегодня много говорили. Среди супрессорных клеток выделяются особенно клетки, так называемые милоидно-супрессорные клетки, о которых сегодня тоже упоминали, уровень которых значительно возрастает у большинства больных онкологическими заболеваниями. Ну и, в первую очередь, это было отмечено у животных, у мышей с индуцированными или трансплантированными опухолями. Установлено, что различают в основном две субпопуляции милоидных супрессорных клеток как у мышей, так и у человека. У мышей эти клетки идентифицируют по наличию маркера CD11B, а также GR1. И различаются две субпопуляции. Это моноцитарные милоидно-супрессорные клетки, MMGC, и GMGC, граунцитарные, или граунцитарные милоидно-супрессорные клетки. Различаются они наличием эпитопа GR1, это LY6C. HIGH, это у моноцитарных, и LY6G, у граунцитарных милоидно-супрессорных клеток. Так они называются, потому что имеют фенотипическое сходство, микроскопируются они, микроскопически их невозможно отличить от моноцитов, либо гранулоцитов. У человека другие маркеры, таких маркеров, к сожалению, нет. Кроме CD11B имеется у MMGC CD14, а также слабая экспрессия HLA-DR антигена. А GMGC человеческие имеют CD11B и CD15. В основном по этим маркерам их различают, хотя есть и другие разные авторы, и прибыли дополнительные маркеры. Считается, что аккумуляция МДС является доминантным и общим процессом иммуносупрессии, наблюдаемой опухоли несущих животных. Они концентрируются в селезенке, их находят в крови, печени. Ну и у человека тоже их находят в периферической крови, при различных видах рака. Механизм реализации супрессорного эффекта у MMGC при опухолях у мышей изучен достаточно хорошо. На этой схеме здесь обозначены практически все, но сейчас появились еще дополнительные механизмы, с помощью которых МДС влияет на иммунокомпетентные клетки, участвующие в противопухолевой защите. Это, прежде всего, влияние на Т-лимфоциты, цитоксистские Т-лимфоциты. Они изменяют экспрессию Т-клеточных рецепторов, нарушают их работу, приводят к аресту, пролиферации Т-лимфоцитов. Кроме того, МДС подавляет активность НК клеток через продукцию ТГФ-бета и активируют Т-регуляторные клетки тоже при участии супрессорных цитокинов, интерлекин-10, ТГФ-бета. Основными, однако, факторами супрессии МДС и по которым их, собственно говоря, и различают, это являются продукты реактивной формы кислорода и аргеназа-1, которая усиливает метаболизм L-аргинина. Для разных субпопуляций эти факторы имеют больше или меньше значения. Так, скажем, для G-МДС больше характерна активация их работы через активную форму кислорода, а для МДС через аргеназа-1. Действительно, МДС очень хорошо изучены при онкопатологии, но недавнее исследование позволяет предположить, что эти клетки играют важную рост в процессах хронического воспаления. Я не буду тут перечислять, этих работ не так много, но обнаруживают МДС при туберкулезе, здесь, значит, у мышей и у человека уже, а при ВИЧ-инфекции у людей отмечают их, ну и также паразитарные и грибковые инфекции также вызывают усиленную активность МДС. Сейчас несколько слайдов по экспериментальной работе, которая была проделана в Институте молекулярной биологии и биохимии в Алмате. Это лаборатория, которой я до недавнего времени руководил. Мы задались вопросом, действительно ли хроническое воспаление в эксперименте может повлиять на развитие опухоли. Для этого избрали модель дивантного артрита у мышей, когда полный диван Фрейда вводится в подушечку лапки, и возникает хроническое воспаление. С помощью проточной цитометрии мы показали, да, действительно, МДС повышается в группе животных примерно в два раза больше даже, у которых вызвана дивантная артрит. И при этом отмечается падение уровня CD4 и CD8 клеток. По распределению среди субпопуляций GMDC, MMDC, было показано, что как обе популяции, их уровень в селезенке повышается после двух недель и четырех недель развития дивантного артрита. Мы также подтвердили, что эти клетки все имеют супрессорную активность по продукции реактивных форм кислорода и аргеназы-1. Кроме того, эти клетки, вернее, да, эти клетки оказывали в условиях инвитро супрессорное действие на пролиферацию конастимулированных Т-лимфоцитов. То есть это истинные супрессорные клетки. Теперь был эксперимент, когда вызывали сначала дивантный артрит, а затем вводили опухоль. Оказалось, что на таком фоне у животных с дивантным артритом опухоль, размер ее и вес значительно выше, там в два с половиной раза превышает. Так, мы посмотрели также содержание супрессорных, вернее, содержание цитокинов, которые учатся, провоспалительных цитокинов. Оказалось, что уровень S100, CDNF2α и CDF1 повышаются при этом. Ну и, наконец, последний эксперимент – это то, что среди вот этих клеток, которые в обоих популяциях, которые мы получали от контрольных опухолевых животных, наблюдалось значительное увеличение экспрессии CD62L именно на клетках от животных, полученных с сочетанной моделью. По-видимому, эта молекула участвует в том, чтобы проникать в очаг опухолевого процесса. Ну, выводы, так, у меня же, по-моему, время не остается. Были публикации на эту тему, совсем свежие, это с 2017 года, с 2019, две публикации. И я бы хотел выразить большую признательность моим бывшим коллегам, они сейчас работают со мной тесно ВКонтакте, за вот эту работу. И пожелать им больших успехов в дальнейшем. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.